Друзья, я создатель системы старости нет. Когда я ее создавала, я точно знала, что начинать нужно с движения. И объясню вам, почему так, не как фитнес-инструктор, не как физрук, а как медик. Видите ли, человек кушает в себя каждый день, а двигается очень-очень редко. И если смотреть на мой организм, где-то из моих 60 кг, 40-43 кг мышечной массы. И если я сегодня не двигалась, то все капиллярные сети, которые окутывают эту огромную большую часть моего тела, они в нефункционирующем состоянии. То есть капиллярчики спавшиеся пропускают только глюкозу, а питательные вещества не пропускают. Поэтому получается, что все, что я ем, достается только жизненно важным органам, которых кровоснабжают в любом случае. Спите вы, не спите, занимаетесь физкультурой, не занимаетесь. А 43 кг мышечной массы из 60 возможных вообще общих, они остаются только, знаете, на такой минимальной подпитке. Что нужно сделать для того, чтобы запустить все-все-все клетки в процесс дыхания, это очень важно, в процесс питания, это очень важно, раскрыть капиллярные сети. Поэтому я не понимаю, как можно начинать работать со здоровьем человека, если не позаботиться о питании через кровеносные сети. Поэтому на любой ступени мы их раскрываем с помощью физической нагрузки. Но это не все, это не единственный секрет, благодаря которому люди получают такие шикарные результаты в системе старости. Нет, уже начиная с нулевой ступени. Нам еще нужно реставрировать митохондрии, ведь нам нужна энергия, вам как человеку нужна энергия. Нет, представьте себе, что все ваши клеточки-то тоже люди, им нужна энергия, чтобы проснуться, пойти на работу, сделать инсулин, сделать ферменты, сделать гормоны для вас, для вашего здоровья. И митохондрии – это батареечки, которые нужно заряжать каждый день. Без физической нагрузки это тоже нереально. И если человек не понимает вот этих вот моментов, он потихонечку заходит в состояние болезни, ведь старости нет. Это митохондриальная болезнь, с которой, к счастью, можно работать. И мы это делаем буквально на нулевой ступени. Если этого не делать, то в организме накапливаются недоокисленные продукты горения. Это приводит к тому, что организм закисляется, и к нему подбирается хроническая болячка, подбирается онкологическое состояние, подбирается аутоиммунный процесс, аллергический процесс. Все болезни, с которыми не умеет справляться официальная медицина. Друзья, она не умеет. А мы можем профилактировать. А если залезли, вы можете оттуда выбраться. Что? С помощью физической нагрузки. Конечно, потому что это повышает уровень вашего здоровья. И снижает уровень вашего биологического возраста. Уже на нулевой ступени. Поэтому мимо на нулевой ступени никто не проходит. Все стартуют с нее. Результаты прикладываю ниже. Они просто потрясающие. Ждите. Завтра расскажу, какая следующая ступень. Зачем она вам нужна?